Глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц, выяснили ученые. Глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц, выяснили ученые. 19 часов 01 минута. Знак авторского права фото. Морис Ван Лар. Войны между синицами и мухоловками. Знак авторского права фото. Морис Ван Лар. Москва, 10 января, РИА Новости. Дальнейший рост температур на Земле усилит конкурентную борьбу среди птиц, что сделает их крайне жестокими существами, склонными к убийству других пернатых во время конфликтов вокруг гнезд и источников пищи. Об этом пишут зоологи в журнале. Мухоловки-пеструшки начали возвращаться в Европу чуть раньше из-за глобального потепления, что заставляет их все больше конфликтовать с синицами в разгар сезона размножения. Как показывают наши исследования, каждый десятый самец-пеструшек становится жертвой синиц в результате этой гнездовой войны, рассказывает Йолмер Самплониус. Из Университета Гранингена, Нидерланды. Большинство ученых, изучающих климат Земли, сегодня не сомневаются в том, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать на отметке в 1,5 градуса Цельсия. В пользу этого говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты. В последние годы экологии климатологи начали активно интересоваться тем, как этот процесс будет влиять на жизнедеятельность растений и поведение животных. К примеру, недавно ученые выяснили, что рост температур резко сократит численность и видовое разнообразие опылителей, ускорит размножение вредителей и необычным образом повлияет на животных, чей цикл размножения завязан на конкретные температуры воздуха или воды. 2 июля 2015 года, 7 часов 12 минут, изменение климата заставило австралийских агам стать трансвеститами. Рост среднегодовых температур привел к крайне необычным и потенциально фатальным последствиям для популяции ящериц агам в Австралии. Аномальная жара нарушает работу генетической системы определения половых яйцах, превращая будущих самцов в самок. Самплониус и его коллеги открыли один из самых неприглядных и интересных примеров подобных изменений в поведении, наблюдая за взаимоотношениями двух конкурирующих видов птиц синиц и пеструшек, потребляющих один и тот же тип пищи и гнездящихся в схожих условиях. Как отмечает орнитолог, он достаточно давно начал замечать, что в гнездах синиц в последние годы начали часто появляться трупики пеструшек, однако это происходило далеко не в каждый сезон размножения. Это натолкнуло его на мысль, что подобные вспышки агрессии могли быть связаны с климатическими флуктуациями. Дело в том, что синицы не улетают на юг и продолжают жить в России и странах Европы на протяжении всей зимы, тогда как пеструшки осенью отправляются в Африку и возвращаются назад лишь весной. Как правило, раньше они достигали своих гнездовий в оптимальное время, когда листья растений и поедающие их гусеницы растут максимально быстро, однако в последнее время эта ситуация заметно изменилась. Глобальное потепление заставляет их покидать Африку на несколько дней раньше, чем в прошлом. В некоторые сезоны, когда весна в средней полосе начинается относительно рано или в то же время, что и в прошлом, это не мешает жизни птиц. С другой стороны, если они прилетают во время заморозков, ни растения, ни гусеницы не успевают вырасти, что заставляет пеструшек отложить постройку гнезд на несколько недель. В результате этого возникает борьба за ресурсы с местными синицами, у которых брачный сезон обычно начинается позже, чем у мухоловок. Самплониус и его коллеги проверили, существует ли этот конфликт в реальности, установив на территории лесов Дании несколько сотен скворечников, приспособленных для жизни синиц и пеструшек. Наблюдая за их обитателями на протяжении последних десяти лет, ученые отслеживали то, влияли ли колебания климата на частоту столкновений между птицами и их жестокость. 22 декабря 2017 года, 10 часов 59 минут ученые, глобальное потепление усилит нашествие мигрантов в Европу. Оказалось, что климат действительно обостряет войну между синицами и пеструшками. Если последние возвращались в Европу примерно в то же время, когда первые начинали откладывать яйца, то тогда синицы убивали примерно каждого десятого самца мухоловок, пытавшегося залезть в их скворечник. В свою очередь, когда их сезоны размножения не совпадали, синицы и пеструшки очень редко конфликтовали друг с другом, и число жертв их столкновений обычно было равно нулю. Аналогичные столкновения, как предполагают ученые, могут возникать и среди других видов птиц, занимающих схожие ниши, что может сильно повлиять на их дальнейшее выживание и эволюцию.